Здравствуйте! Это программа подробностей. Сегодня будем подробно говорить о такой же вытрепещущей теме, как налоги. Вместе с нами в студии заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Алексей Лощенов. Добрый день, Алексей Васильевич! Начнем с изменений в налоговом законодательстве. Со 2 мая текущего года произошли изменения, касающиеся обязанности налогоплательщиков сообщать в налоговые органы об открытии либо изменении своего лицевого счета в различных кредитных организациях, банках. Как можете прокомментировать это, что это за изменения и как они коснутся рядовых налогоплательщиков и рядовых жителей города? Эти изменения приняты во исполнении дорожной карты о совершенствовании процедур взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, утвержденные правительством Российской Федерации. Изменения направлены в первую очередь на исключение обязанности по представлению информации в налоговые органы индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, нотариусами, адвокатами об открытии лицевых счетов в кредитных организациях. В настоящее время такую информацию налоговые органы будут получать из органов федерального казначейства, из кредитных организаций. Установлен информационный обмен, предусмотрен налоговым законодательством в рамках системы межведомственного информационного взаимодействия. Но что касается представителей бизнеса общества, здесь существенные изменения упрощения процедуры взаимодействия с налоговыми органами. Действительно, с мая месяца такую информацию об открытии лицевых счетов, об изменении, о закрытии лицевых счетов налогового органа представлять налогоплательщикам не требуется. То есть эту информацию предоставит непосредственно кредитное учреждение банка? Да, органы федерального казначейства в том числе. С 5 мая текущего года изменения произошли в процедуре государственной регистрации организаций, индивидуальных предпринимателей. Они также направлены на упрощение. В чем их суть? До недавнего времени, до принятия поправок закон о госрегистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, для создания юридического лица необходимо было обязательно материальное свидетельствование подлинности подписи учредителя юридического лица на заявление о его государственной регистрации, которая представляется в налоговый регистрирующий орган. То есть сначала необходимо было обратиться, принять решение о создании учреждения юридического лица, потом обратиться к нотариусу, засвидетельствовать подлинности подписи на заявление о создании юридического лица в материальном порядке, потом обратиться в регистрирующий орган. Вот сегодня законодатель решил эту схему упростить. То есть достаточно при создании юрлица продать заявление в регистрирующий налоговый орган в простой письменной форме. Для этого не требуется нотариального свидетельствования подлинности подписи заявителя, а налоговый инспектор, регистратор убедится посредством обозрения документов удостоверяющих личности в том, что действительно заявитель имеет намерение, были изъявления оформленные в этом заявлении, поставить соответствующую отметку в заявлении и примет у вас документы. То есть не требуется, подчеркиваю, при создании юридического лица представлять в налоговом органе нотариально засвидетельствованное заявление о создании. Такой же механизм действует и в отношении государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. Также не требуется и ранее такая норма в законодательстве была предусмотрена. Законодатель еще раз подтвердил эту позицию. Не требуется представление нотариальной свидетельствования подписи на заявление о создании прекращения деятельности недельного предпринимателя. Ну и третья поправка, она касается возможности взаимодействия с налоговым органом через многофункциональный центр оказания государственных услуг. Также, если вы заявление о создании юрлица представляете через МФЦ, то также не требуется нотариальное свидетельствование подписи заявителя на этом заявлении. То есть упрощение в том, что что процедуру обращения к нотариусу в части, касающейся создания организации, законодатель исключен. Сейчас хотелось бы немножко поговорить о физических лицах, в той части, которая касается налогов. Ну и в первую очередь 30 апреля завершилась декларационная кампания. Крайний срок предоставления физическими лицами декларации по форме 3 НДФЛ. Каковы предварительные итоги этой кампании и что она показала? Она у нас более результативно прошла, нежели прошлый год. Если говорить в цифровых выражениях, то порядка 60% от тех лиц, физических лиц, которые обязаны были представлять налоговую декларацию, налоговые органы о своих доходах за 2013 год у нас уже отчитались. В прошлом году эта цифра на 20 число, 20 мая составляла порядка 51%. То есть налоговая дисциплина резонанса выросла. Если говорить о суммах налогоподлежащих доплате по итогам этой декларационной кампании, то это порядка 59 миллионов рублей доплате в консолидированный бюджет города. Это Рязани и в целом в Рязанскую область. Но что я хочу сказать в первую очередь. Сейчас пристальное внимание налоговые органы будут уделять тем оставшимся 40% физическим лицам, которые не представили налоговой декларации. Мы им разослали информационные письма о необходимости декларирования своих налогооблагаемых доходов. Что это за категория? Это индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения. Физические лица, распорядившиеся недвижимым имуществом в 2013 году, периодом владения менее трех лет. Получившие в дар объекты недвижимости не от близких родственников, нотариусы, частно практикующие адвокаты, лица, распорядившиеся долями уставной капитали и так далее. То есть перечень декларантов, он традиционный, он известен, можно ознакомиться с ним на сайте ФНС. Так вот, мы разослали сейчас информационные письма. Нужно будет уже представить не только декларацию после срока уплаты, но и оплатить штрафы, предусмотренные законодательством за несовременное представление декларации. Большой штраф? Порядка 5% от величины налога за каждый месяц подлежащего плате в бюджет. Не менее 1 тысячи рублей, соответственно, в целом за каждую декларацию. Но, обращая ваше внимание, все-таки мы сейчас призываем больше к выходу из тени, ну что называется, на сознательном уровне этих налогоплательщиков. То есть есть и фискальная составляющая. Ну, хотелось бы в первую очередь, извините, обратиться к сознанию налогоплательщика. Наступили времена, когда необходимо выходить из тени, необходимо легализовывать свои налогооблагаемые доходы за 2013 год. Вот это касается, например, такой категории налогоплательщиков, как, скажем, арендодатели жилья. Получили доходы собственники недвижимости, собственники квартиры, потому что не сдают в аренду. Минимальный процент сегодня у нас существует таких декларантов. Мы во взаимодействии с регистрирующими правоохранительными органами после 30 апреля будем проводить целевую кампанию по привлечению вот этой категории декларантов к уплате налога на доходы физических лиц. Поэтому после 30 апреля до 15 июля есть возможности представить уже вдогонку к уходящему поезду, что называется, вашу налоговую декларацию по налогооблагаемым доходам за 2013 год. Мы убедительно призываем налогоплательщиков воспользоваться такой возможностью. Алексей Васильевич, вот еще вопрос касательно физлиц. У нас есть, конечно, скажем так, нерадивые налогоплательщики, но частенько бывает так, что человек просто не получает квитанцию об уплате своего налога. Он, может быть, и хочет его заплатить, но квитанция к нему не приходит, он не платит, а потом выясняется вдруг, что он должен. Вот что нужно делать вообще? Каков порядок уведомлений налоговиков? Вот обращаю ваше внимание, мы говорили о налоге на доходы физических лиц, уплаты его осуществляются физическим лицом, если с этих доходов не был взыскан налог НДФЛ, самостоятельно путем представления налоговой декларации. Сейчас вы говорили об имущественных налогах. Исчисление этих имущественных налогов, транспортного, земельного, налога на имущество физических лиц осуществляется, как вы правильно сказали, налоговым органам. В этом году мы будем направлять порядка 750 тысяч налоговых уведомлений на рязанцам, имеющим налогооблагаемое имущество. Уведомление будет направлено в кампании июнь-июль текущего года, то есть к срокам уплаты за 36 дней, а сроки у нас уплаты 1 ноября имущественных налогов за 2013 год. Вы должны получить налоговое уведомление, будучи владельцем налогооблагаемого имущества. Что делать, если вы не получите это налоговое уведомление? Обращаю ваше внимание, в этой ситуации необходимо взаимодействовать с налоговыми органами, направить заявление в простой письменной форме о неполучении налогового уведомления. Также необходимо будет действовать в случае, если в налоговом уведомлении по каким-либо причинам вдруг содержится неактуальная информация, скажем, вы распорядились имуществом, вам начислили налоги, не учли период владения имуществом и так далее. Значит, опустить соответствующее заявление можно в ящик накопитель, можно направить, используя интернет-сервис, федеральный налоговый служб, личный кабинет налогоплательщика, можно направить простым почтовым сообщением в налоговые органы. Мы проверим информацию по базам данных с регистрирующих органов и направим вам, соответственно, налоговые уведомления. Ничего здесь страшного нет. Единственное исключение. С 1 января 2015 года законодатель уже менее лояльно подходит к этой ситуации. Устанавливается обязанность налогоплательщиков, владельцев имущества сообщать в налоговые органы о случаях неполучения налогового уведомления. Обязанность, так же как обязанность по декларированию сегодня существует налогооблагаемых доходов, с 2015 года обязанность сообщать о неполучении налогового уведомления. Если вы эту обязанность не исполните, законодатель предусматривает определенные правы и последствия. Например, штрафы. Штрафам по неисполнению такой обязанности с 1 января 2017 года будет привлекаться физическое лицо, владелец налогооблагаемого имущества в размере 20% от величины неуплаченного налога по каждому объекту налогообложения. Поэтому сегодня мы говорим о перспективной кампании по направлению налоговых уведомлений июнь-июль. Ожидать необходимое налоговое уведомление в период августа, сентября, октября. И если вы не получите налоговое уведомление по каким-либо причинам, сообщайте в налоговые органы. Ну а для того, чтобы минимизировать этого количества лиц, не получивших уведомления по тем или иным причинам, мы проводили массовые туры верификации сведений с регистрирующими органами. Мы сопоставляли информацию с органами ЗАГСа, ГПДД, Росреестра, иными рекорганами ФМС России. И сегодня у нас база данных полностью готова к расчетам имущественных налогов. Но достаточно сказать, по итогам этой верификации, порядка 28 тысяч сведений о новых объектах налогообложения, актуализированных адресах налогоплательщиков, мы внесли базу данных налоговых органов. Ну что же, я благодарю вас, Алексей Васильевич. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Паризанской области Алексей Лощенов был гостем программы подробностей. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин